Рассмотрим пример. Цена одного карандаша 2 копейки, а шариковой ручки 20 копеек. Чтобы найти стоимость нескольких карандашей и одной ручки, умножим цену одного карандаша на число карандашей и прибавим цену ручки. Для определения стоимости x карандашей и одной ручки получаем формулу. Если же карандаш стоит k копеек, а ручка l копеек, то формула примет вид y равен kx плюс l. Функция, заданная формулой вида y равен kx плюс l, где x и y переменные, а k и l любые числа, называются линейной функцией. Многие величины изменяются по закону линейной функции. Пусть, например, в баке автомобиля 10 литров бензина. Когда стрелка совершит один оборот, в бак нальется еще 5 литров. Зависимость между числом оборотов стрелки и количеством бензина в баке — линейная функция. Построим график линейной функции, определенной на множестве всех чисел. Например, y равен 0,5x плюс 2. Для этого составим таблицу. Возьмем несколько значений переменной x и вычислим соответствующие значения y. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как видите, все построенные точки лежат на одной прямой. А будут ли принадлежать той же прямой и другие точки этого графика? Мы знаем, что график функции y равен 0,5x есть прямая, проходящая через начало координат. Ведь это график прямой пропорциональности. Любое значение функции y равен 0,5x плюс 2 больше соответствующего значения функции y равен 0,5x на одно и то же число. Поэтому график y равен 0,5x плюс 2 можно получить параллельным переносом графика прямой пропорциональности на две единицы вверх. Следовательно, график функции, заданной этой формулой, тоже прямая линия. А как построить график y равен 0,5x минус 1? График любой линейной функции прямая. Поэтому его можно построить по двум точкам. Первая точка 0,3. Вторая точка 1,1. График построен. Так как при x равном 0, y равен 3, то при любом значении k график y равен kx плюс 3 пересекает ось ординат в точке 0,3. При k равном 0, график параллелен оси абсцисс. При k большим 0, угол между прямой и осью x острый. При k меньшим 0, угол тупой. Рассмотрим теперь графики линейной функции при одном и том же k. Прямые параллельны. Величина угла наклона коси абсцисс у них одна и та же. Коэффициент k определяет угол наклона графика линейной функции. Он называется угловым коэффициентом. Это уравнение с двумя переменными. Чтобы построить его график, выразим одну переменную через другую. Эта формула нам знакома. Она задает гиперболу. Значит, график этого уравнения гипербола. А вот линейное уравнение. Выразим y через x. Эту формулу мы также знаем. Она задает линейную функцию. График этого уравнения прямая линия. Графиками уравнений с двумя переменными могут быть различные прямые, кривые, ломанные. Решим эту систему графически. Координаты точки пересечения графиков удовлетворяют каждому уравнению системы. То есть являются ее решением. Множество решений данной системы состоит из двух пар чисел. Подстроив графики уравнений системы, можно найти множество ее решений. Эта система имеет четыре решения. Множество решений этой системы пусто. Выясним, сколько решений имеет система двухлинейных уравнений с двумя переменными. Угловые коэффициенты данных прямых различны. Следовательно, прямые пересекаются. Система имеет единственное решение. Здесь угловые коэффициенты равны. Прямые параллельны. Они пересекают ось ординат в разных точках. Значит, это различные параллельные прямые. Решений нет. Графики уравнений этой системы совпадают. Координаты любой точки прямой являются решением системы. Множество решений системы бесконечно. Со многими примерами функции у равен ах квадрат мы уже знакомы. Так, площадь квадрата равна квадрату его стороны. Площадь круга равна произведению числа π и квадрата радиуса. Построим на множестве всех чисел график функции вида у равен ах квадрат. Рассмотрим сначала случай, когда а равно единице. Составим таблицу для некоторых значений х. Построим точки. Соединим их плавной кривой. А как построить график функции у равен 2х квадрат? Ординаты графика у равен х квадрат удваиваются. Аналогично строится график функции у равен 1 3х квадрат. Теперь построим график функции у равен ах квадрат при отрицательном значении а. кривые такого вида называют параболами. Парабола имеет ось симметрии. при положительном а параболы расположены в верхней полуплоскости. При отрицательном а в нижней полуплоскости. если заменить коэффициент а противоположным числом получим параболу симметричной данной относительно оси х. при х равном единице значение функции у равен ах квадрат равно коэффициенту а. Это помогает определить коэффициент а для заданной параболы. функции вида у равен ах квадрат находят большое практическое применение. тело, брошенное под углом к горизонту в безвоздушном пространстве движется по параболе. Если вращать параболу вокруг осья симметрии то получается параболоид. Параболическое зеркало используют в прожекторе. Источник света помещенный в фокусе параболоида посылает лучи которые отразившись от зеркала образуют параллельный пучок. Это свойство используют и в зеркальных телескопах. Свет далекой звезды идущий параллельным пучком упав на зеркало телескопа собирается в фокусе. С некоторыми из функций вида Y равен AX куб мы уже знакомы. Объем куба равен кубу длины его ребра. объем шара равен произведению четырех третьих π и куба радиуса. Построим график функции заданной формулой Y равен AX куб на множестве всех чисел при A равном единице. Противоположным значением X соответствует противоположное значение Y. Значит, точки графика расположены симметрично относительно начала координат. при положительных значениях A графики расположены в первой и третьей координатных четвертях. при отрицательных значениях A во второй и четвертой четвертях. Формулами и графиками могут быть заданы различные закономерности. Ireland И Формулами и графиками nationale и ф